В Анапе начался летний сезон. Чем не прочь воспользоваться нечистые на руку дельцы. Рейдовая группа во главе заместителя мэра Людмила Терещенко зафиксировала на пляжной территории села Витязева первое нарушение. В продуктовом магазине «Олимпия» алкоголь свободной продажи. Однако документов на продукцию хозяина не оказалось. Городские власти в отношении такого бизнеса категоричны. За качество подпольного вина, водки и коньяка никто ответственности не несет. Рейдовым группам предписано закрывать опасную торговлю. Мы, конечно, призываем наших отдыхающих, чтобы они не покупали этот товар, не портили себе выходные дни, отпуск. Довольно много таких вот случаев, когда товар реализуется без наличия сопроводительной документации. Еще одна точка, где торгуют якобы кубанским вином, выявлена на Пионерском проспекте. Хозяева кафе «Винный двор» осуществляют реализацию алкогольной продукции без лицензии. Вы открылись, вы говорите, вы не работаете. У вас газовый баллон включен, шаурма жарится, полная витрина алкоголя. Разбежались ваши сотрудники в разные стороны. Спросить не сквозь. У нас была лицензия до конца мая. Сейчас лицензия у нас делается, концу недели должна. Если у вас нет лицензии, вот в данный момент на предприятии, вы не можете отчетить, выдавать алкоголь. Ежедневно во время рейдовых мероприятий в городе-курорте изымаются тысячи литров незаконного алкоголя. Жителям и гостям курорта хочется лишний раз напомнить. В Анапе достаточно магазинов, которые торгуют настоящим кубанским качественным вином, прошедшим испытанием временем. Не стоит размениваться на дешевые поделки. Торговцы суррогатом наживаются на вашем здоровье и благополучии.